Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители улицы Советской, просим вашей помощи, потому что у нас отобрали двор. Нам обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но еще на этапе фундамента стали забивать сваи под многоэтажный дом. В итоге выяснилось, что сейчас в нашем районе, в нашем дворе строят 32-этажный дом. Мы просим вашей помощи, потому что от администрации мы получаем только отписки. Мы просим разобраться в этой схеме точной застройки, как это стало возможно, потому что у нас отобрали двор, нашим детям не осталось ни одного зеленого клочка земли. В нашем дворе для наших детей оставили только две помойки и парковки. Мы просим вашей помощи, мы просим, чтобы интересы жителей наших домов были выше интересов застройщика. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас обратить внимание на нашу проблему. Да и вообще, почему у нас в каждом законе, на каждый закон есть дырка в этом законе. То есть, вроде точная застройка у нас запрещена в Екатеринбурге, но при этом есть серые схемы, которые легализуют эту стройку, вообще не спрашивая ни жителей, никого просто раз и воткнули 32 этажа. Никого не спросили, отобрали полностью территорию. Я не знаю, просто обратите внимание на этот вопрос. Посмотрите, сейчас у нас здесь место детской площадки, мусорная площадка, заборы этой стройки, сзади все загорожено, забросано ветками, кучами земли, стройматериалами. Пройти невозможно. Вот так теперь выглядит наш двор. В сравнении с тем, как сейчас выглядят новые комплексы, с детскими площадками, с подземными гаражами, с озеленением, с кустарниками, садовники за ними ходят. Чем наши дети хуже? Вы нам объясните? Просим, конечно, Владимира Владимировича вмешаться, потому что, наверное, нашими усилиями нашего города, нашей администрации нам никто помочь не может. У нас в доме 150 квартир, тут 32 этажа, 300 квартир. То есть это получается вообще огромная нагрузка. И про детей вообще надо не забывать, конечно. Мы против любой стройки в нашем дворе! Продолжение следует...